Привет! Сегодня мы поговорим о главном сокровище любого ДНДшника, о книге игрока. Раньше, если вы хотели начать играть и не знали правил, у вас было два варианта. Первый — купить книгу в оригинале на английском. Тогда у вас была бы красивая печатная книга, но как бы на английском. Второй вариант — скачать пиратско-фанатский перевод. Но пользоваться им только в формате PDF, потому что, чтобы его распечатать, вам придется потратить вот столько листов. И еще третий вариант — спросить у знающих друзей, но не факт, что они сами идеально знают правила. Теперь вы можете совместить все варианты в один и купить красивую бумажную книгу на русском языке в переводе Hobby World. Для тех, кто только начинает знакомиться с ДНД, это отличный вариант. Все в печатном виде, красивые картинки, очень удобно пользоваться во время игры. Но у тех, кто уже привык к фанатскому переводу, могут возникнуть некоторые сложности, потому что между двумя этими версиями огромная разница в терминах. И, как мы уже знаем, термины для ДНД — это супер важно. Поэтому сейчас все это мы разложим вам по полочкам. Ничего не понять, хотел бы, чтобы кто-то сумел бы сказать. Не печалься, дружище, ты сыграешь на столочке. Тебе мы рассложим все по полочкам. Ты сыграешь на столочке. Ты сыграешь на столочке. Ты сыграешь на столочке. Мы в своих видео стараемся использовать терминологию хобби, потому что нам кажется правильным перейти на официальный перевод. Ну и потому что, скорее всего, это удобнее для тех, кто только начинает играть. Но нам хочется, чтобы все, кто пользуется фанатской или даже оригинальной версией, понимали, о чем идет речь. Поэтому, во-первых, мы подготовили для вас словарь, где отметили вообще все изменения в терминах. Он в описании. А также в описании отдельный словарь для заклинаний, потому что их отдельно дофига. Ну и в этом видео мы проговорим самые главные, на наш взгляд, изменения в терминах. Итак, много чего изменилось в листе персонажей. Из самого главного — это хиты, которые стали пунктами здоровья. Ну и кости хитов стали костями здоровья. Класс доспеха стал классом брони. Телосложение стало выносливостью. И, в принципе, логично, учитывая то, что эта характеристика показывает не пропорции вашего тела, а насколько вы живучи. В принципе, все ДНД вы будете проверять, насколько вы живучи. Для этого даже есть отдельный термин — испытание. Раньше он был спас броском. В новом переводе вы можете кинуть проверку расследования, так теперь называется анализ, проверку исполнения, так теперь называется выступление, и проверку внимания, которая раньше была внимательностью, но не думаю, что тут у вас возникли проблемы. А вот владение навыками заменили на умение. И теперь, если вы умелы в расследовании, вы добавляете не бонус мастерства, а бонус умения. И двойной бонус умения, если у вас есть мастерство в этом навыке. Мастерство вместо компетентности. Еще из важного. Состояние истощения теперь называется утомлением, а сопротивление к ядам, например, устойчивостью. Реакция теперь — это ответное действие, а отход — отступление. Ну и законопослушное мировоззрение теперь становится принципиальным. Теперь по заклинаниям. Были уровни заклинания — стали круги. Были заговоры — стали фокусы. Да, предупреждаю ваш вопрос. Заговор фокуса теперь называется мелкие фокусы, так что можете кастовать фокус. Мелкие фокусы изменились названия компонентов заклинаний и магических школ. Соматический компонент стал жестовым, вербальным словесным, а материальный — реагентами. Со школами сложнее, поэтому следите внимательнее. Школа воплощения стала школой эвакации. Школа вызова стала школой воплощения. А школа ограждения стала школой преграждения. Полностью изменились состояния, некоторые языки, размеры и виды урона. Много изменений в названиях черт. Просто перечислять их долго, поэтому смотрите в табличке. Там есть все и даже больше. Мы надеемся, что это видео помогло вам разобраться в основных изменениях в терминологии, и вы сможете играть в любой компании, вне зависимости от того, какой перевод там используют. Всегда ваш бесценный опыт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!